Стадион спортивной мечты, а иначе и не назовешь. После масштабной реконструкции здесь появилось новое футбольное поле с искусственным газоном, современные беговые дорожки и трибуны на 600 мест. Своё второе рождение старейший спортобъект города получил благодаря усилиям городского руководства и финансовой поддержке областной власти. Сегодня для нас знаковое событие. Мы открываем современный стадион, современным полем, который соответствует всем европейским стандартам. Это позволит нам развивать свой футбол, развивать спорт. И я думаю, что это даст большой толчок для наших молодых ребят, для наших детей, которые сегодня активно занимаются футболом. В торжественной церемонии открытия стадиона наряду с городским руководством приняло участие немало почётных гостей. В их числе и президент спортивной федерации футбола Тамбовской области Александр Меньших, который отметил, что Уварова всегда славила спортивными достижениями. И теперь с открытием нового стадиона Уваровский спорт получит новый виток развития. Мне хотелось бы просто ещё раз от областной федерации поздравить и поблагодарить всех тех людей, которые участвовали в реконструкции, в строительстве этого прекрасного стадиона, этой прекрасной футбольной поляны. Поблагодарить также администрацию города Уварова, что она, как говорится, пассивным трудом или большим трудом помогает в развитии спорта, в частности футбола, в развитии спортивной инфраструктуры. Приятным сюрпризом для всех поклонников футбола стало участие в праздничном мероприятии известных футболистов, игроков сборной России и сборной СССР, неоднократных чемпионов страны Александра Панова и Дмитрия Христова. Именитые гости отметили, что открытие стадиона – это важный шаг в развитии спорта, и в частности футбола на Уваровской земле. И большое подспорье – становление вновь созданной городской футбольной команды, а также юных спортсменов. Безусловно, проделана работа большая. Видно, что люди работали профессионалы. Поле, мне кажется, хорошего качества. Благодаря таким людям, которые не безразличен спорт не в лозунгах, а именно в деле. Это дает возможность нашим детям, детям Уварова, заниматься в хороших, качественных условиях, что очень важно. Безусловно, это способствует больше привлечению детей уже на, естественно, спортивную школу. И вот наступил торжественный момент. Право перерезать красную ленту было предоставлено главе города Владиславу Денисову, чемпиону России Александру Панову и юным уваровским спортсменам. За церемонией открытия стадиона наблюдали сотни жителей и гостей города, которые, несмотря на жаркую погоду, пришли сюда, чтобы воочию увидеть и оценить произошедшее здесь преобразование. Нам приятно, что имеем теперь такой хороший стадион. Это вообще прелесть для молодежи. Ну и внук пришел посмотреть, он любит футбол, занимается футболом. Во-первых, поле хорошо сделано. Это уже приятно. Молодежь будет, конечно, пропадать теперь. Первыми обновили искусственный газон воспитанники спортивной школы, для которых известные футболисты провели мастер-класс по футболу. Мне очень понравилось принимать участие с известными спортсменами. Они показали много чего, чего я не знал. Я занимаюсь много, но я этого не видел. Они научили многим приемам правильно забивать, правильно обрабатывать мяч, правильно пас отдавать. Они дали стимул дальше пробиваться в спорт. Я думаю, на десятилетия вам хватит здесь прорастать. Теперь каждый день надо устраивать тренировки, потому что, как услышал у детей, два раза в неделю это маловато для них. Поэтому я думаю, будет, конечно, перестраиваться у них, будет больше тренировок. Теперь у них есть повод не уезжать отсюда, потому что есть свое поле. И смысла нет ехать там к каким-то городам, искать счастье там. Открытию стадиона решили посвятить большой спортивный праздник. Турнир по футболу на кубок мэра города. В соревнованиях приняли участие футбольные команды Уварова, Рассказова, Жердевка и Спартак из города Тамбова. Перед началом игр участников турнира поприветствовали глава города и депутат областной думы Алексей Кочетков. А юным футболистам вручили мячи и манишки. У нас и в городе, и на Тамбовщине в целом возрождается спортивное мероприятие, возрождается футбол. И вот сегодня один из ток моментов, когда мы видим, что первый раз, начиная с 2011 года, сформировалась команда, команда футболистов. Я надеюсь, что традиции, которые будут заложены сегодня, будут продолжены. Я хочу пожелать всем сегодня спортивного настроения. Ну и пусть победит всем меньшим. Турнир открыл матч между командами Уварова и Жердевка. Символично, что 30 лет назад, в далеком 1987 году, когда только открывался стадион «Химик», первая игра на нем состоялась именно между Уварова и Жердевкой. Спустя три десятилетия встреча с командой Жердевки завершилась победой уваровцев. Впрочем, уваровские спортсмены сделали настоящий подарок всем своим болельщикам, одержав победу во всем турнире. Второе место завоевали футболисты из Рассказова. Третье – «Спартак» города Тамбова. Призеры и участники турнира были награждены кубками, медалями и ценными призами. Задача была выиграть турнир. Мы, думаю, с этой задачей справились. Приятно, что, во-первых, народ собрался, трибуну тут построили. Первый раз, когда мы здесь играли, их не было. Сейчас людям есть присесть, несмотря на жару, выходной день. Пришли, посмотрели, поддержали. Всегда приятно. Спортивная жизнь Уварова пополнилась новой вехой. Новое футбольное поле будет радовать горожан многие годы. И, возможно, вырастет не одно поколение талантливых спортсменов. Ирина Пивоварова, Елена Чирыкова, Виктор Викторов. Наш город.